Сегодня Навального травили-травили. Травили-травили. Да не вы травили. Здравствуйте, люди добрые. Вы находитесь на канале Голос Правды. И с вами я его ведущий Олег Бурылов. Вчера посмотрел фильм расследования Алексея Навального о том, как его отравили в августе 2020 года и еще ранее в 2017-2018 годах. Посмотрел по вашим настойчивым заявкам, как говорится, по заявкам трудящихся. Ну, вначале посмеялся, похихикал. Ближе к концу фильма, вы знаете, уснул. Как-то не зацепило. И вот в связи с этим фильмом сейчас у многих возникли вопросы к Владимиру Путину, к его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что Дмитрий Песков отказался проводить ежедневные брифинги, сославшись на то, что якобы сейчас будет большая пресс-конференция и им некогда отвечать на вопросы журналистов. На что Алексей Навальный ответил, что, похоже, Песков еще не придумал, как врать на этот большой фильм расследования Навального об отравлении. Ну, довольно-таки забавная информация. Вы знаете, скоро, 17-го числа, состоится очередная порция лжи, кривая линия с пафосным лысым. У меня, вы знаете, к нему никаких вопросов, никаких просьб. Уже, ну, устали уже просить, как говорится, требовать. Когда Бог даст, мы все возьмем сами в свои руки. Я отвечу так. А к этим ребятам, у которых, наверное, каждую ночь перед глазами появляются кровавые мальчики и девочки, у меня никаких к ним вопросов нет. Как говорится, у матросов нет вопросов. Но, тем не менее, у меня возникли вопросы к Алексею Навальному. Первый вопрос. Не кажется ли вам странным, Алексей, что вас, по вашим словам, три раза пытались отравить? Три раза! Но так и не смогли убить вас. Не кажется ли вам странным? Второй вопрос. Не кажется ли вам странным, что человек, побывавший в коме в течение 18 дней, так быстро восстановился, бегло разговаривает, шутит, смеется? Не кажется ли вам это странным? И третий вопрос, самый главный. Я вспоминаю предсказание Василия Немчина, одного из православных пророков. И он предсказывал, что в России однажды власть захватит Титан, который на своих плечах приведет к власти карлика с черным лицом. Вы можете, друзья, все догадаться, кто эти персонажи. Один уже канул, что называется, в лету, второй до сих пор находится у власти, пьет нашу с вами кровь, грабит нас и так далее. Но после вот этих двух правителей в России появится 10 правителей на час. И в России будет жить даже еще хуже, чем после этих двух правителей. И мы уже не представляем, как можно жить хуже. Кажется, что мы достигли дна, но похоже, мы будем жить еще хуже, как ни странно. Но это ладно. Первый из правителей будет человек в шлеме изобралом, так называемый безликий. Кто это, я вам пока затрудняюсь ответить. У меня есть, так скажем, предположения, кто это, но я пока от них воздержусь. Второй человек, это будет длинноносый, которого будут ненавидеть все, но который сплотит вокруг себя огромную силу. Ну, естественно, у нас длинноносых людей мало в России. Ну, так скажем, тут, видимо, имеется в виду аллегория. То есть, этот человек обычно длинноносыми на Руси звали людей, которые суют свой длинный нос в чужие дела. Кто у нас постоянно проводит расследования за воровавшихся и за воровавшихся чиновников? Кого отравили три раза? Кто у нас длинноносый? И кто сплотит вокруг себя огромную силу? По-моему, вывод на эти вопросы, ответ очевиден. Мне кажется, что это Алексей Навальный. И вот, у меня есть третий самый главный вопрос к Алексею Навальному, как будущему мистеру-президенту всей Руси. Алексей, а что вы будете делать с властью, которая очень скоро попадет в ваши руки? У вас есть какая-то программа? Потому что, кроме расследования за воровавшихся чиновников, мы пока от вас ничего не видим. Вы знаете, мы сами без вас знаем, что чиновники воруют. Вот кого не ткни пальцем, любого можно обвинить в коррупции и лжи. Это мы без вас прекрасно знаем. Но мы не видим от вас программы. Как говорит русская народная пословица, свято место пусто не бывает. Кстати, в своем ролике вы, я считаю, высмеяли Иисуса Христа. А Иисус Христос для православных людей, как вы нас называете, православнутых на всю голову. Мы православнутые на всю голову, да. Есть такое. Мы считаем Иисуса Христа Богом. И мы знаем, что свято место пусто не бывает. Если во главу, так сказать, идеологии государства не поставить Бога, то это место обязательно займет сатана. Хотя и многие государства считают, что они светские. Это не так. Но это ладно, как говорится. И раз уж мы начали тему Бога, загробных каких-то духов, загробных историй, то несколько вопросов Алексею Навальному хочет задать человек, который благодаря заявлению Алексея Навального отсидел в российской тюрьме, вернее зоне, три с половиной года. Привет от Максима Марцинкевича. Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Привет, Алеша Навальный. У меня сегодня обращение именно к тебе. Итак, я был очень рад узнать, что тебе дали пятерку. Потому как, если для твоих сторонников и противников это дело общественно-политическое, то для меня оно чисто личное. Ты посадил меня на три с половиной за то, что я кинул зигу, а сам спиздил лес и в итоге не посидел. Как так? Даже твои соротнички, либерасты, начинают задаваться этими вопросами. Плющев, Ладжабаев. Я не знаю, что ты будешь с этим делать. В принципе, хомяки на них бросаются, да. Но от некоторых вопросов ты уклоняешься постоянно. Воровал лес или нет? Имеешь ли яйс администрации президента или нет? Каким образом ты вышел из тюрьмы? Никому этого вообще не удавалось за всю историю российского, россиянского правосудия. Так вот, я предлагаю тебе эти вопросы разрешить раз и навсегда. И пройти детектор лжи. То есть ты в гугле посмотришь, найдешь фирму, которая оказывает услуги детектору лжи. Я все оплачу. Также на себя я возьму освещение. Освещение твоих ответов в интернете. Десять вопросов. На сайте под роликом. Сайт я специально сделал. Не поленился. То есть если ты проходишь детектор лжи, отвечаешь на эти вопросы, ты становишься совершенно святым человеком. Все поймут, Леша, ничего действительно не крал. Если ты отказываешься проходить детектор, то все понимают, что ты жулик и вор, такой же, как ты, с кем ты борешься. И просто-напросто водишь за нос весь свой волонтерский штаб сородников. И если ты отказываешься, то все сразу понимают, что ты просто водишь за нос весь свой волонтерский штаб. И ты точно такой же жулик и вор, как и те, против кого ты борешься. До новых встреч. Народ, а у вас есть какие-то вопросы к Алёше Навальному? Если есть, то пишите в комментариях. Да, вы можете поддержать мой труд большим пальцем вверх, если вам нравится то, что я говорю. Либо большим пальцем вниз, если вы не согласны с моей точкой зрения. Ну, пожалуйста, напишите, с чем именно вы не согласны. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.